В театре музкомедии полный зал людей. Сегодня все они собрались для просмотра комедии Водевиля Ханум. Пенсионеры Приморского района, их семья, также директоры и учителя школ смогли бесплатно посмотреть и послушать это красивое действие. Мероприятие приурочено сразу к двум праздникам, которые отмечаются в начале октября, Международному дню пожилого человека и Дню работников образования. Поздравил одесситов, народный депутат Украины, академик Сергей Кивалов. Я еще раз истинно поздравляю вас с этими праздниками. Днем пожилого человека, Днем учителя. И сегодня еще один религиозный праздник, именно сегодня. Это вера, надежда, любовь. Пусть в ваших домах будет тепло, уют, достаток и пусть нас хранит Господь. Спасибо вам. И вот начинается сказка. На сцене оживает история любви. Спектакль «Ханун». Талантливая игра актеров, завораживающая музыка, удивительная игра света, необыкновенные костюмы. Все это создает эффект присутствия и возможность погрузиться в происходящее действие. ПЕСНЯ Действия оперетты разворачиваются в Грузии. Старый и обедневший князь решил жениться на молодой красавице. Родственники девушки не против, а вот сама Сане влюблена в своего молодого учителя музыки. В дело вмешивается сваха «Ханун». Все это сопровождается танцами и песнями, красивыми декорациями и спецэффектами. А побеждает любовь. ПЕСНЯ ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Ой, смотрите! Смотрите, Лонна! Париж! Парна! Нью-Йорк! ПЕСНЯ ПЕСНЯ По окончании спектакля Сергей Кивалов подарил артистам корзину цветов и выразил им огромную благодарность. Дорогие друзья, я думаю, что выскажу общее мнение всего зала, что вы получили сегодня удовольствие от того искусства, которое вы сегодня видели. Я видел, как зал аплодирует. Не всегда так бывает, правда? Сегодня особый праздник. Талантливые артисты сделали все для того, чтобы наш праздник удался. Спасибо вам большое! Низкий вам поклон. Вечер гостям понравился. Они говорят, что приятно провели время. К сожалению, им это удается сделать редко. Маленькие пенсии и невысокие заработные платы не позволяют часто посещать спектакли и концерты. Очень нравится, что удалось выбраться, наконец-то отдохнуть немножко, потому что в рабочее время это, к сожалению, невозможно. Труд учителя, он предполагает почти отдачу всего себя и своего времени. Поэтому такой подарок очень даже кстати. Именно преподавателям сейчас в наше время это необходимо, поверьте. Создает и настроение, и поднимает тонус, и вообще чувствуется праздник. Я очень благодарна и признательна, что есть такая возможность мне и коллегам побывать на прекрасном спектакле. Большое спасибо, что нам оказали такое внимание и так позаботились о нас. Я очень благодарна, что меня пригласили. Самые приятные впечатления и от встречи с народным депутатом Киваловым. И постановка самое очень, самое приятное впечатление. Постановка очень хорошая, очень нравится. Артисты подобраны исключительно. Состав хороший. И вообще очень было хорошо принято. Я каждый год вообще прихожу и хожу так на спектакли. У большинства пожилых людей за плечами более полувека трудовой деятельности. Они работали в школах, на заводах, больницах и, как никто другой, заслужили праздник. Почему называют его Международный день пожилого человека? Чтобы общество обратило особое внимание на людей преклонного возраста. Почему в юридическую клинику обращаются в основном люди именно такой категории? Потому что они беззащитные. Они получают минимальную пенсию. Вот эти социальные программы, которые мы реализовываем в нашем городе, они работают. И работают довольно-таки успешно. Мы все должны сделать и должны всегда благодарить тех людей, которые строили этот театр. Строили наш город. После спектакля никто не расходился. Благодарные одесситы смогли обменяться впечатлениями и лично поблагодарить народного депутата за подаренный сюрприз. Кроме того, в фойе для зрителей был подготовлен праздничный фуршет. Концерт замечательный. И здесь угощение вот это придумали. Это уже великолепное дело. Для людей, которые малоимущие, для них вот это здесь вот сейчас попробуй. И что-то тоже очень полезно. И здоровье, и все. И вообще здесь даже передать не могут. Все так, все хорошо. Впечатления прекрасные. Во-первых, давно не был в этом театре. Во-вторых, прекрасная игра артистов. Вот. Ну и вообще по приглашению. И много здесь друзей встретил. Мне очень нравится это мероприятие, которое организовал Сергей Кивалов. Он настоящий депутат. Он действительно с народом. Он действительно заботится о нас.